Ставка рефинансирования снижена в Беларуси с 20 до 18 процентов. Это уже четвертое сокращение с начала года. В общей сложности финансовый индикатор изменился на 7 пунктов. С чем связана подобная политика Нацбанка, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина. Юрий, добрый вечер, вам слово. Добрый вечер, Сергей. Нацбанк снижает риски по кредитным обязательствам. Большинство ставок по договорам займа привязано именно к рефинансированию. Сокращение данного показателя своего рода гарант возврата денег. Кроме того, в экономике страны сложились предпосылки для принятия подобного решения. Уровень инфляции замедлился, что позволяет прогнозировать ситуацию на финансовом и валютном рынках. Население в первую очередь смотрит на показатели инфляции и обменного курса белорусского рубля. Белорусский рубль уже который день дорожает по отношению к доллару, что может привлечь вкладчиков к изъятию вклада в валюте и размещению средств в белорусских рублях по пока еще высоким ставкам. Городокский исполком предлагает купить готовый бизнес. В середине сентября там состоится государственный аукцион по продаже права на заготовку и закупку виноградной улитки. По версии специалистов потенциал производства без малого 5 тонн. Начальная ставка, которую предлагают заплатить за такую возможность будущим бизнесменам – 420 рублей. Продав урожай, заработать можно в 6 раз больше. Вода защитит от подделки. Эксперты утверждают, что одной капли достаточно, чтобы понять, фальшивая ли перед вами купюра. Таковые обычно печатают на струйных принтерах с чернилами, которые не могут противостоять H2O. Кроме того, криминалисты рекомендуют потрогать купюру на наличие защитной нити и посмотреть на просвет. На банкнотах в 5, 10 и 20 рублей нет скрытого номинала. Очередная оплошность кассира. Клиенту коммерческого банка по ошибке выдали лишние деньги – 2150 рублей при обмене валюты. Причем сумма, которую получил неизвестный мужчина, в три раза больше положенной. Забрав и пересчитав деньги, он ушел из банка. До сих пор излишки в кассу никто не вернул. Баррель по 49. Впервые за полтора месяца нефть достигла подобного максимума. Цены на углеводород растут на протяжении нескольких сессий подряд. Из-за ожидания инвесторов неофициальной встречи членов ОПЕК на форуме в Алжире. На ней будут обсуждать заморозку уровня добычи нефти. Ранее министр энергетики Кувейте спрогнозировал, что во втором полугодии 2016-го спрос на черное золото будет только расти. Белорусский рубль на фоне роста стоимости нефти тоже прибавляет. В среду он укрепился к корзине, подорожав к доллару и российскому рублю. Американская валюта потеряла несущественно 0,5. Евро подрос на аналогичную цифру. Завтра по Националу 2,18 рубля. Российский рубль потерял больше, однако разница заметна при обмене более тысячи единиц. Таковы основные деловые новости среды. Мы держим руку на пульсе экономики. Сергей. Спасибо. Это был экономический обзор от Юрия Таболина.